14 августа едем в голубицкую и уже видим масштабы подтоплений на заправке было очень много народу большие очереди то есть долго стоять нужно чтобы заправиться очень эффектно в верхней части голубицкой все нормально так как она на возвышенности то здесь никаких затоплений подтопления ничего такого нет все хорошо в голубицкой не было электричество как сейчас обстоят дела я даже не знаю но связи здесь нет до сих пор мы связывались со знакомыми они говорят мы сидим без электричества без интернета вот с тех пор как все началось здесь все было отключено единственное развлечение сейчас у людей это ходить смотреть что вообще случилось где что затопило самое интересное должно быть в нижней части именно в курортной где куча гостиниц ну вот мы сегодня и посмотрим какие последствия залпового ливня в голубицкой на азовском море судя потому что людей по улицам ходит много еще не все уехали может быть пережидают циклон я не знаю но делать здесь сейчас вообще нечего очень опасно купаться а вот и вода началась вот и не лужа а в качат вот точно да все мы не поедем туда дальше все там люди ходят уже покалено Вон, видишь, любит их. Да, вижу, вижу. Везде только пешком. Можете пешком-то сходить, но я туда не поеду. Да, затопило конкретно так. Мы вышли на улицу, и здесь по всей станице воняет канализация, потому что все выкачивают со своих домов воду, и пахнет очень-очень неприятно. Вот оно. Место, куда никто уже не проезжает на машинах. Все только ходят пешком. Ну, посмотрим, пройдем ли в сапогах. Ну, сейчас, поди, окажется, что я даже не пройду, да, в сапогах? Короче, проехал, облил всех. В итоге обратно едет, потому что не может проехать. Моя идея пройти в сапогах была очень плохой. Только какая-нибудь машина проезжает, все. Волной зачерпывает воду в сапоги. Это все. Здесь же еще и люки могут быть открыты. Ну, сапоги меня спасут хотя бы от ударов, от что-то, от всякий мусор. И как вы предлагаете мне описывать вот эту вот ситуацию? Я не знаю, это что-то. Вот она вся низина, затопленная. И здесь некуда в воде уходить пожарными машинами. Вот, высасывают воду. Сейчас мы вам покажем, какая здесь глубина. А там уже по колено. Почти по колено. В общем, вы видите, масштабы какие. Все улицы плывут. Как говорится, ни проехать, ни пройти. Голубицка оказалась в водяном плену. Дорога до пляжа. Вокруг все в воде. Идем посмотреть на Азовское море, которое будет жутко штормить. Часть навесов разрушены. Все пораскидывало. Посмотрите, что здесь творится. Все разрушено. Вся береговая линия, вся инфраструктура. Землю размыло. Посмотрите. Люди купаются. Они не боятся отбойных течений. Они, может быть, даже и не знают. Это очень опасно. А это у нас аттракционы. Мы подходим к ним. Здесь уже, наверное, по колено будет. Вот здесь уже серьезно все. Отсутствие стоков для воды делает эту улицу непроходимой. Люди пролазят через дырку в заборе. Тротуар есть внутри. Ну, это правильно, что здесь все обесточили. Если бы здесь было электричество, здесь бы было очень опасно. Не знаю, не знаю. Видите, как плывут машины по улицам? Все, смотри, улица. Ну, да. Затоплено. Да. Полностью. Да, классные проходы. Плывем дальше. Да. Это, знаешь, домики у реки Кубань. Вообще. Тут можно в каждую базу отдыха заглядывать, и тут будет одна и та же картина. Для ребятишек веселье, конечно. Все говорят, Анапа, Анапа тонет. Тут Голубицкая тонет. Посмотрите как. Ваша Анапа в сравнении с Голубицкой это мелочи. А люди продолжают ехать и ехать. Вот вопрос, куда они едут? Зачем и куда? Все сейчас закрыто. Ничего не работает. Все плывет. Надо уезжать. Не нужно приезжать. В заведениях вода заходила и грязь. Это у нас улица Крымская. Кстати говоря, она не вся затоплена, только часть. Дома стоят некоторые в воде. О-о-о-о. Вот это да. Пойдем. Улица Высотная. Вот так вот делают улицы и дома. Вся вода и дома. Все идет туда. Вот она, первая береговая линия. Номера люкс. Выходишь, и сразу у тебя здесь море. Вот так вот люди после магнита идут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...